Носки вяжу я днём и ночью. Время у нас 7 часов утра. Играет музыка. Играет музыка. А вот Зинка. Ой, какой у неё кушок. Красивущий-то какой. Зинка, ну ты меня не подкачала. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Зинка. Очень нравится мне пух. Смотри, репьёв уже поцепляли. Загонять надо уже. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. КОНЕЦ Всем привет! Козы выскочили и подъели самый большой качан капусты. Друзья, его надо пожарить. КОНЕЦ КОНЕЦ Минутка рекламы, друзья. Дело в том, что я хочу показать, чем я буду заниматься, когда вы будете смотреть это видео. Посмотрите, вот этот платок уже куплен, я буду доводить его до ума. Мне он очень нравится, потому что связан именно так, как вязали раньше. Его нужно просто чуть простернуть. Вы знаете, такое чувство, что долго его не покупали. И вот он как-то слежался, нет у него вида, зато он останется весь целый. Он никуда не денется, что немаловажно. Вот то, что у меня на голове надето, друзья. Но это то, что вы можете купить, я не знаю, за 4000, за 3. Пух не наш, нитка так себе. Ну, в общем, полная Г. Вот так вот вытянута в разные стороны. Я это купила по незнанию, когда я еще думала, что все платки связаны. Ну, ты берешь вещи, думаешь, что ты будешь таскать ее долго, скажем так. Но, понимаете, когда я начала, уже через мои руки стали проходить вещи, связанные разными вязальщицами, с разного пуха, на разной основе, я начала в этом разбираться. В общем, вот этот платок хороший. И я буду заниматься им. Ну, после того, как вы посмотрите это видео. И вот все им выпадает из поля зрения. Люди спрашивают, жилетки? 4000. Вот это, друзья, до 56 размера. 50-56. 56 будет прям, конечно, так, в натяг, а это свобода. Вот этот свитер я покупала себе. Он мне очень понравился, но мне он, друзья, маловатый. 6,5. Такой классный. И вот это тоже, посмотрите, какой красивый. Так, это вот. И я вам сейчас хочу еще показать два платка. Это вообще эксклюзив. Я люблю такие вещи, просто обожаю. Я даже не знаю, надо ли доводить это до ума. Посмотрите, вот это, вот это. Это, в общем-то, платок, снятый со спиц. Чем он хорош? Во-первых, в нем много пуха. Во-вторых, друзья, он вывязан, как вам сказать, на тонких спицах. То есть спицы подходят под нитки. Очень часто пуховые изделия, вот эти платки, косынки вяжут, берут пряжу и берут спицы потолще. То есть, понимаете, пух, он позволяет вот как бы вязать тонкую нитку такими толстыми спицами. Ну, потому что он потом запушается. Он все равно будет теплый. Но такие изделия плохо держат форму. Особенно, если вот берется такая, ну, знаете, вот основа какая-то синтетическая. Вот она, понимаете, она съезжается потом. Она вообще не держит форму. То есть, основа тоже разная бывает. Она совсем не держит форму. Ее вот так растянут, а потом, когда-то ее ночь, она вот так начинает съеживаться, съеживаться, съеживаться. Вот это вот вообще не растянутая, понимаете, мелкая вязка. По отношению к нити очень мелкая вязка. И этот платок весит больше килограмма. 1 килограмм 50 грамм. Он не крашеный, что тоже немаловажно. В общем, шикарный, конечно. Абсолютно даже продавать жалко. Правда? Стоит он, по-моему, 13. Я не помню, я их вчера показывала, цены говорила. Кажется, 13, насколько я помню. И вот еще шикарнейший платок. Редкость тоже. Он весит, друзья, 950, по-моему, граммов. Вот, понимаете, на просвет смотришь, его даже не стирали. Вот он как снят со спиц. Вот как его вязали, у него еще вот такие волнушки. На просвет смотришь, он ровный. Понимаете? Когда вещи вы берете, не видя их вот так воочию, только по фотографии, бывает, что когда ты берешь их в руки, но оно вообще не соответствует, понимаете, тому, что заявлено. Вот этот платок мне нравится. И нравится пух. То есть, понимаете, он с остальным блеском. Вот на этом платке пух, он помягче. Может быть, с козы, вот что-то такое. А вот здесь, мне кажется, это козел. Ну, потому что пух такой, знаете, вот с блеском, он вовремя снятый. И тоже мелкая вязка. Понимаете? Я все время пытаюсь выбирать вот такие качественные вещи, их мало. Понимаете? Вот это вот то, что оно пушится, оно вот этот пух забивает качество вязания. И получается... Получается. Получается, что... То, что... То, что... То, что получается. Хорошие вот эти два платка. Обожаю я вот такой, понимаете? Это вот как раньше вязали. Ну, во всяком случае, приближено. И я пытаюсь выбрать всегда такие вещи. И, в общем-то, да. У меня, получается, на рынок приедешь, а не все вокруг тебя сталпливаются люди, которые навязали вот это все. Перекупщики, вязальщики там, наверное, есть. И говорят, возьми это, возьми это. Ну, качественно. Я вот так показываю, ну, там, недоработки. Говорю, ну, как же. Нет. И получается, что, понимаете, народу много, а выбрать нечего. Продается, допустим, 50 платков на рынке, а из них стоящее внимание, ну, 3, 4. Понимаете как? Потому что не потому, что там вязать не умеют. Нет. Ну, потому что спрос такой. Люди берут, скупают все. Понимаете, что подешевле скупают. Я не беру дешевые вещи, которые вот этот вот ширпотреб. Я выискиваю качественные, понимаете? Качественные. Чтобы это была вещь. Потому что, ну, вот этот вот ширпотреб вы по интернету можете купить. Легко. Заходите на любой сайт и покупайте. Так, все, смотрим видео дальше. Друзья, вам какой больше нравится? Я вот даже не знаю, какой бы я выбрала. Честно. Они настолько оба хороши. Вот этот второй платок, который 950 грамм. У него кайма там, видите, ажурная. Кубики такие. А вот этот вроде как попроще. Но вот этот первый платок, он вроде как потолще. Хотя тот тоже не тонкий. Но, в общем, это два платка. Но это два платка, конечно, да. И вот этот беленький хороший. Хороший-хороший. Он желтоватый, конечно, по цвету. Ну, потому что не крашеный пух. Ну, коза такая. Не у всех же коз кипельно-белый пух. Вот такой, то есть натуральный. Для любителей натурального. Капуста внутри оказалась вот такая пустая. Когда вы в последний раз видели, что вот так масло пенится. Это потому что масло настоящее. Я покупала его, можно сказать, с масляного завода. У нас делает Волгоградская область. Такое масло вкусное, ароматное. Такое масло вкусное, ароматное, ароматное, ароматное. Все-таки электрическая плитка, конечно, уступает газовой. Потому что она хуже греет. Газовая лучше. Некоторые говорят, вот Изабелла, типа винный, виноград. Он технический. Но из него такой вкусный сок. Нам он очень нравится. И вот мы тянули до самого последнего, чтобы он стал сладкий-сладкий. Чтобы подпал, ну, не то, что под первый мороз, а под такие холодные температуры. Он, знаете, становится мягкий. И реально слаще. У нас Николай Петрович обычно этими вещами занимается. Это я просто пока тут жарю капусту, решила срезать немножко. Пока сижу, решила связать еще один носок. Я вяжу, друзья, из пуха и из рассказовской шерсти. Рассказовскую шерсть купила, можно сказать, по случаю. Я не знала, что она рассказовская. В общем, когда купила, поняла, что это она и есть. Но про нее все говорят, что вот надо вязать сейчас носки из рассказовской шерсти. Но я думаю, раз все вяжут, так и я. А до этого я вязала вот чистый из пуха. Вы знаете, вот эта серая мне понравилась. Но вот эта коричневая, в ней столько мусора. И я связала два носка на пробу. Вот видите. Один вот такой серенький, а второй вот такой коричневенький. С пухом. Ну, естественно, с пухом они пушатся. Причем вяжу, знаете, плотно. Хорошие носки. У меня много заказов на носки. Нормальные не купишь. Вот чтоб прям хорошие были. И мне приходится это делать, друзья, самой. Вот, да. И каждую свободную минуту, можно сказать, я трачу на то, чтобы вязать. Это носки у нас 43-го размера. Так, не прибивайте меня. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, то есть на 42 петли. И начало я делаю такое, знаете, чтобы оно не стягивало ногу. Ну, посвободнее. Два, два, вернее, одиннадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Начался листопад. Теперь вот это все завалит листьями. Сейчас первый мороз здесь только, надо его надеть на голову. Как тут лежит, я его оставила на себе вот года два назад. Потому что нарвалась на не очень качественной. Мне знать, когда его берешь, кажется, что вещь хорошая. А потом, когда приглядишься, видишь, что она не очень. Я ее оставила себе. Ну, вот. Я ее редко-редко одевала, но думаю, надо его поносить. Между прочим, так приятно голове. Он тонкий, прям приятненький. Э, у меня тут мук закипел. Музыка. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...